Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня мы свяжем с вами вот такой вот элемент, деталь-элемент, застежка пола. Она актуальна сейчас, в данный момент. Я смотрю, в очень многих изделиях она используется. Пригодится она нам и для женских, и для мужских свитеров. Согласитесь со мной, что мужчины бы только поприветствовали такую вот застежку. Вот. Поэтому мы ее сегодня разбираем. Значит, связала я вот такую вот заготовку. Здесь я просто разделила петли пополам и связала отдельно две детали. То есть, предполагается, что здесь у нас горловина. Если будет отложной воротник... Отложной... Я правильно сказала, девчонки? Я путаю языки. То резинки здесь не будет. Либо здесь будет горловина и резинка уже прям связана. Горловина полностью связана. Вот. Либо если воротник, то нет. Воротник потом пришивается после этой планки. Ну, а если стойка-воротник, то... То он будет двойной. То есть, сейчас вы вяжете планку, а стойку потом довязываете. Я так понимаю. Ну, да, с дырками. Получается, что так. Возможно, я в чем-то ошибаюсь. Это я так... Пока в данный момент... Значит, что нам понадобится? Нам понадобятся спицы. Это не обязательно. Я беру эти сейчас носочные, чтобы мне просто удобно в кадре было. Крючок и глаз нитью в том... У меня чуть темнее нет у меня в том. Но важно, важно сам принять. Поэтому я использовать буду их. У меня образец, не изделие. Так что не важно. Значит, так как я предполагаю правую полочку, да? Застежку на правой полочке, то я сделала дырки вот здесь, вот на полочке. Смотрите, здесь у меня три дырочки. Вот. Вязать мы будем отсюда, с левой полочки. Всегда. Вот здесь я оставила нить, рабочую нить, не обрывала. Чтобы здесь у меня не было узлов. И что я сделаю? Я сейчас наберу петли. Так. Показываю. Здесь я захватываю вот так вот нить. И завожу нить за спицу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десятую одеваю на спицу. Вот. И теперь вот буду вязать. Почему крючком я набрала петли? Потому что потом край не будет растянут. Вот. Значит, десять петель. И вяжу я резинкой один на один. Чтобы планка у нас не закручивалась. Чтобы она хорошо. Как бы фиксировалась. Ось. 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 Видите, что делают вот эти спицы. Это кошмар. Не покупайте деревянные спицы с Алиэкспресс. Это мучение. Я ими вяжу, потому что они у меня есть. Вот как чемодан без ручки. Вязать неудобно. Надо выбросить. Жалко. Так. Резинкой один на один. Так. И последнюю петлю мы будем крепить за кромочную. И связание. То есть мы будем привязывать одновременно кромочные петли. Туго. Очень видите, туго набрала. Ничего. Это первый ряд. Изнаночная петля. Если хотите косичку по кромке, чтобы здесь шла косичка, то лицевой петлей. Второй ряд мы вяжем. По узору. То есть лицевом ряду мы крепим как планка. У меня есть видеопланки. Еще и такого же цвета. Вот. По сути, оно перекликается с планкой, но нюанс есть этот сгиб. И нюанс это петли. Так. Здесь. Следующая петля. Кромочная. Вот она. Вот она. Господи, какая же ты века слепая. Вот. Вот. Если брать за одну полупетлю, как бы, кромочную, то оно будет выглядывать здесь. Видите? Вот эта планка, она у нас пойдет туда. То есть в каждом лицевом ряду мы крепим эту планочку к основной детали. Продолжаем таким вот образом. Давайте еще раз. Ряд. Здесь, видите, здесь у нас все переходит основное вязание в эту планку. Еще один ряд свяжу с вами. Следующая. Не знаю, как лучше. Пробуйте. Вот так вот, наверное, будет лучше. Ну, ну, в принципе, без разницы. Так. И продолжаем. Вяжем планку прямо сюда. И так вот ее прикрепляем. Так. Вот смотрите, девчонечки. Вот я довязала, видите, ровненько здесь. Я довязала до вот этого стыка. Вот он. Здесь хотела вам показать. Вот видите, если хотите, чтобы вот так вот выглядело, то последнюю провязывайте не изнаночной, а лицевой. И будет у вас вот такой вот как бы стык. Тоже красиво очень. Да? Как бы завершенный. Вот. Значит, что мы делаем на вот этом вот месте? Теперь нам нужно, девчонки, вот. Это у нас находится. Вот здесь. Вот теперь нам нужно еще провязать 4 ряда. Ну, прикрепить один раз вот здесь, вот как бы на 2 ряда ниже отсюда. И один раз отсюда. И вот так вот оно у нас будет. Сейчас я вам все покажу. Значит, да, е-мое, моя спица. Так. Здесь. Цепляем сюда. Вот. так теперь с этой стороны далее продолжаем вязать и уже подниматься крепиться мы будем к правой стороне вот уже у нас образовался как бы сгиб все вот он дальше мы идем по вот этой вот стороне сейчас я вам все показываю вот видите по вот этим кровать так мы поднимаемся ровно до нашей дырочки вот она нам нужно в параллель делать дырки планку не рекомендую вязать там чулочной гладью потому что на левую сторону у нас будут нашиты пуговицы и на чулочной глади она не очень нам надо что-то поплотнее поэтому я бы не рекомендовала что-то плотненькое возможно даже и полая резинка хотя не знаю не уверена пишите свои мнения девчонки так давайте посмотрим мы уже у у дырки вот в этом ряду мы будем делать дырочку значит здесь у меня до дырки 3 петли здесь же я оставлю 4 потому что резинка на 1 на 1 как бы ну она к себе так вот стягивается поэтому так вот 4 петли так раз два три из двух петель у меня дырка так не не так 4 раз два четыре здесь и четыре здесь так и довязываем до конца то есть напротив каждой дырки мы делаем дополнительную дырочку чтобы потом их сопоставить так здесь мы делаем две воздушные петли восстанавливаем все наши петли далее вяжем до следующей дырки делаем следующую так вот видите вот служил фонс как бы а от огню вот эту планку у нас дырки совпадают потом мы их скрепим обычной нитью для чего нам нужна игла вот здесь же у нас вот такой вот перегиб получается видите теперь мы довязываем вверх делаем еще две дырки вот вот в принципе все на самом деле очень просто и так вот смотрите довязала я до верху петелечки 1 2 3 вот третье соответствует теперь я закрываю петли по узору то есть здесь у меня лицевая значит я провязываю лицевой там где изнаночная изнаночная так далее так далее вот уже здесь вот здесь нам здесь натяжение не нужно нам здесь нужен ровный край красивый край так так и вот последнюю петлю смотрите мы ее подцепляем мы ее подцепляем еще петлю с основного вязания и провязываем их три вместе вот прям чтобы хорошо прикрепить далее мы продеваем эту нить наизнанку при помощи крючка просто протягиваем так далее нужно конечно же эти петли сшить при помощи основной чтобы не делать лишних утолщений я как бы предлагаю сшить швейной нитью значит эту часть мы загибаем вот таким вот образом отгибаем наизнанку вот эта вторая часть у нас идет вот так вот ровное продолжение полотна а вот эта часть у нас отогнута наизнанку здесь конечно же мы можем пришить и сюда прихватить вот эти вот детали но сейчас подумаем так сейчас я просто как бы соединяю петли в принципе если мохер вот как у меня то это не теряется и ее даже и не видно что она не много другая оттенка вот далее вот эту часть я бы конечно прихватила слегка слегка и при том что ее нужно как бы на изнанке чуть дать ниже чем основная деталь если это уже законченный как бы вариант здесь вот смотрите вы можете конечно подшить вот до сгиба эту часть вот эту половину которая у нас отгибается ну можно этого не делать потому что пуговицами она зафиксируется вернее петлями смотрите тут уже на ваше усмотрение видите оно зафиксировано петлями и я думаю вот этого лишнего шва я бы не делала потому что он все равно отпечатается здесь и его будет видно вот зачем это вот так вот и в принципе хорошо еще пуговицы так вот она наша планочка вот видите все отгибается сюда так вот она наша застежка кстати вот пришла пока делала пришла у меня как бы мысль моя продолжилась и если делать стойку то надо связать тоже стойку воротник а потом вязать цельную как бы планку и по стойке и по полочке так что вот так вот девчонки все она сегодня все с вами была пика школа рукоделия всем пока пока и воиноком ок so